Я тебя приветствую, друг мой дорогой! Добро пожаловать в рубрику «Вне сюжета» от 8 октября 2019 года. Проходи, присаживайся и давай начнем! Как видишь, у нас наступила глубокая осень. Вот она. Машина стоит на листве, и это смотрится все очень круто. Да, Омега, она прям гармонирует с осенью. Как-то и грустно осознавать, что еще один год подходит к концу. И да, в этом выпуске уже не будет тест-драйвов. Этот выпуск будет болтологический. Здесь я постараюсь зачитать ваши комментарии, которые вы оставили в виде своих историй и знакомства с этим автомобилем. Все мы уже помним, я надеюсь, 16 выпуск Омега Лайва. И в нем я рассказал свою историю знакомства с этой машиной. Как ты видишь, как все в жизни происходит, как все неоднозначно. Что к этой машине нельзя относиться однобока. Что типа, ой, валит, не валит. Что у машин, вообще у машин, бывает куча других качеств, куча других свойств. И поэтому я попросил вас оставить в своей истории, как же Омега все-таки вошла в вашу жизнь. Что, как бы, она привнесла в нее. И остались ли вы при этом довольны. Или уже думаете поменять ее на что-то другое. Вот, для меня вот это было интересно. Вот, ну а мы давайте пройдем в салон. Оттуда я все зачитаю, потому что, честно говоря, хоть я тут стою и разговариваю, на улице очень холодно. Сейчас плюс 5 градусов. В первом комментарии написал человек под ником Феникс. Но он написал следующее. А у меня Vectra 1.6 КПП Пушка. Да, я покатался на Vectra, мне она понравилась. И я тебе хочу сказать то, что если... Знаешь, я так иногда думал, а что если бы я купил Vectra вместо Омеги? Ну, скорее всего, я был бы тоже доволен. Да, по-другому бы немножко. Да, другие бы эмоции были, но я был бы доволен. Она тоже довольно веселая. Даже вот по поводу, да, говорят, ой, типа Vectra это машина, в которой гремит салон. Я не знаю, кто на чем ездил. Но я покатавшись на Vectra, вот помните Андрея, да, мы весной знакомились с Vectra. Я покатавшись на его машине, не услышал ни единого сверчка. Мы ездили, почем только не ездили. Колдобины всякие там, выбоины. Машина держит все, вот как Омега плотно все стоит, ничего не трещит. Я не знаю, откуда у людей вот эти стереотипы. Я вот, ну, не могу до сих пор понять, поэтому еще раз говорю, Vectra хорошая машина. Поменьше слушайте всяких брехунов. И если вы все-таки выбираете Vectra, да, кто на моем канале, ну, все-таки, может быть, Vectra воды тоже же есть. Вот. Если вы выбираете Vectra, вот хотите, как первую машину, то смотрите конкретный экземпляр. Не слушайте, что говорят, металл гниет, все гниет, это все брехня. Металл там, в принципе, нормальный. Если он не был битый и криво перекрашенный. Вот и все, что я скажу. Так, это мы Феникса зачитали, я кое-что ответил. Ну, а следующий комментарий написал Илья Работнов. Или Работнов. Если прочитал неправильно, сорян. Написал он следующее. Первое впечатление. Мне 8 лет, мой дедушка перегнал Омегу из Германии. Машина мне нравилась, любил играть с задним стеклоподъемником. Это вот он написал, что, видимо, он в детстве, ему понравилась машина, и он любил играть с задним стеклоподъемником. Дальше он как бы взрослеет, и получается следующий этап истории. Год назад искал хороший, вместительный универсал, так как родился второй ребенок. Омегу не рассматривал, пока в деревне не нашел книжку по ремонту и уходу за машиной, и ошибки бортовика. Нашел пару объявлений, выбрал достойный вариант. И знакомьтесь, Opel Omega B, Caravan. 1996 год, не пожалел ни разу, как-то так. Прикольная история, это очень даже как-то трогательно. Почему? Потому что у человека эта машина, получается, как бы из детства шла. Он как бы ее запомнил, и вот он сейчас купил такую же, хотя он ее, говорит, не рассматривал. И видишь, вот судьба такая штука, что, ну вот, от нее не уйдешь. Ты настоящий лютый омегавод, смирись с этим. Вот, ну и также я хочу пожелать твоему караванчику беспроблемных дорог, чтобы он тебе не выкидывал какие-то сюрпризы в дороге. Ну а если где-то что-то, как-то вдруг, то не обижайся на него, и ты должен понять простую истину. Машине просто нужно внимание, вот и все. Все машины умеют, я бы так сказал, все машины имеют свойство ломаться. Главное, как ты к этому отнесешься, вот вся суть. Так что всего тебе, как говорится, хорошего. Ну а далее мы читаем историю Андрея Аксенова. Что он написал? Владею Омегой Б 6 месяцев, Х20СЕ на ручке. Искал именно такую, ввиду боязни последствия обрыва ремня ГРМ на 16-клапаньях ХВ или В6. Поиски были долгими, но в итоге нашел. И, конечно же, со своими омеговскими косяками. По городу катаюсь преимущественно на короткие дистанции, от 3 до 8 километров. Из-за чего частенько заезжаю на заправку. На трассе очень хороша в ходу. Даже на буграх, раскатанными фурами, держатся достойно. Автомобилем более чем доволен, а также довольна моя семья. Автомобиль действительно не пацанский и не для тюнинга. Он для обычной езды и для души. Ну и давай, Андрей, я тебе отвечу по поводу пацанского автомобиля. Пацанский автомобиль это не конкретная марка. Это образ мышления водителя. То есть, если водитель хочет выглядеть по-пацански в плане автомобиля, он так будет выглядеть с любым автомобилем, в том числе и с омегой. Он тонирует стекла, навешивает везде, как эти там автоматы Калашникова, дикий спойлер какой-нибудь там, не знаю, вот такой поставит там агрессивный. Ну, то есть, заколхозить-то на самом деле можно любую машину. От этого, ну, грубо говоря, от этого даже не застрахован Rolls-Royce. Другое дело в чем? Другое дело в том, что аудитория у этой машины совсем другая. И поэтому, естественно, здесь такое обычно не наблюдается. Но, как говорится, мы в этом мире наверняка всего не знаем. Поэтому, может быть, где-то в мире и катается пацанская чистая омега. Как-то так. Ну, а по поводу для тюнинга тоже не совсем согласен. Почему? Потому что, как видишь, существуют разные проекты на омеге. Там ставят движки разные, там дрифт-корчи делают. Это о чем говорит? О том, что платформа омеги, она удачная. Она подходит для такого вот тюнинга творчества, я бы так сказал. И поэтому здесь я тоже не очень соглашусь. Но в остальном посыл правильный. Ты вот написал, он для обычной езды и для души. Да, да, это правильно. Почему? Потому что в стоке, будучи в стоке, эта машина доставляет. Здесь нет такого, что ты купил и вот прям ездишь на этой машине и говоришь, блин, как же тут всего мало. Ой, да вообще не могу на ней ездить, мне скучно. Нет, на ней весело в стоке, в чем и прикол. И это и называется для души. Так что здесь все правильно. Тебе тоже желаю без проблемных дорог, поменьше ломучести омег. Но то, что она будет что-то выкидывать, это неизбежно, это всем нам понятно. Это, ну, такие машины, они просто уже старые. И дело не в стереотипах, которые говорят, ой, да типа, чего там это самое омега ненадежно. Дело не в надежности, дело в возрасте. Вот и все. Машина довольно просто сложная по электрике, поэтому, ну, бывают какие-то такие вот моменты. Вот. Ну, поэтому, как говорится, не гвоздя тебе, Андрей, не жезла. А мы продолжаем дальше. Ну, а следующим историю у нас написал Александр Семак. И написал он вот сколько. Раз и два. То есть вот текста сколько. Было очень приятно почитать. Вот. И он написал следующее. Миша, спасибо тебе миллион раз за позитив, мотивацию, оптимизм. Всегда пожалуйста. Наверное, это и есть главная суть. Да не наверное, это и есть главная суть моего сериала. Я никому ничего не учу. Подожди, неправильно сказал. Я никого ничему не учу, но я мотивирую людей учиться. Учиться, ремонтировать и поддерживать эти машины. Если ты посмотрел мой видос и почувствовал мотивацию, все, миссия выполнена. Вот. Ну и спасибо за добрые слова тебе. Большое. Это очень приятно всегда читать. Это тоже, меня это тоже заряжает. Вот как вас мои видео заряжают, что-то ремонтировать, ваша отдача обратная заряжает меня и делать следующее. Вот так. Такой круговорот энергии в природе. История моя с Омегой прям на 100% как и твоя. Искал долго, около года. И не Opel, и не большую, и не заднеприводную. Хотел что-нибудь из японцев 90-х годов. Honda Civic, Toyota Camry, Mitsubishi Colt. Ну и гольфы. Пола. Все это мониторилось и осматривалось. Уже позже, когда выдохся, пошли форды. Очень мощно сказал. Когда выдохся, пошли форды. Разные были. И была Volvo 850. В конце поиска, на первый взгляд, в очень неплохом состоянии. Но при втором осмотре на подъемнике тоже не пошла из-за состояния. И вот Омега в другом конце нашего города. Даже ехать не хотел смотреть. По телефону старый хозяин уверял, что родная краска и сохран ну очень хорош. Таких рассказов я за год наслушался миллион. Да и про Opel, как и ты, начитался в интернете. Что самая гниющая машина. Но за год я насмотрелся и япов, немцев, корейцев. И уже не первый после покраски гнилых, битых и уставок. И уже не после первой покраски гнилых, битых и уставок. Вот так было сделано мне предложение, от которого было невозможно отказаться. Если бы она мне попалась в начале моего поиска, я бы не взял ее. А искал бы те машины, о которых писал выше. Но когда столько уже пересмотрено и узнаешь машины в интернете, что почти все их осмотрел. Понял, что это лучшее состояние из того, что я видел. У знакомых мастеров на СТО тоже на подъемнике подробно осматривали. Теперь 4 месяца я владею Омегой. И хоть кузов очень живой, остальное, ходовка, кроме рулевого, тормозная, очень уставшие. Все нужно делать, чем и занимаюсь по мере поступления денег. Много уже поменено, но как Миша говорил, не планируйте ремонт, будет сюрприз от машины. Так и происходит постоянно. Собираешься поменять то-то и то-то, но вдруг вылетает то, о чем не думал. То совсем, что не беспокоило еще вчера. К примеру, вдруг начал несколько недель назад ДКХ выносить мозг. Но это ведь и нормально для машины, у которой третий десяток лет от роду. А машина прикольная, комфортабельная. Я ее называю Boeing 747. Очень благодарен автору канала, главному омегаводу всего русскоязычного мира. Часто смотрю ролики по нескольку раз и набравшись оптимизма и позитива от Миши, что-нибудь делаешь дальше по машине. Вот такая вот история, довольно забавная. Я бы, конечно, не сказал, что она 100% повторяет мою. Почему? Потому что, смотри, у тебя здесь критерии, да? Не Opel, ну да, я из-за интернета тоже не Opel, потому что вот в интернете наплевали мне в мозг всякого изменения говна. Вот, которое потом пришлось расхлебывать. И прям на 100%, ну, видишь, ты еще писал не большую, не заднеприводную. У меня не было таких критерий, наоборот. Я даже в чем-то и хотел, чтобы у меня был задний привод у машины. Это все-таки весело. И я не ожидал, чтобы все-таки омега была заднеприводная машина. Почему? Вот я тогда вот отдельно даже видел, вот в том выпуске, в 16-м выделил этот момент, где я рассказал, блин, я даже не думал, что у нее задний привод. Я потому что, говорю, настолько был сбит с толку, что вот, ну, на самом деле. Ну и теперь дальше отвечу. Boeing 747. Да, действительно, вот омегу я тоже называл Boeing. Ну, вот так вот совпадает многое. Так, теперь по поводу главного омегавода всего русскоязычного мира. Слушай, ну, на самом деле, очень приятные слова. Но я себя таким вообще не считаю. Я обычный любитель, любитель поковыряться в машине. И при этом я люблю все вам заснять и показать, передать мотивацию. У меня такая энергетика, из меня она прет, мне хочется это делать. Я люблю этим заниматься. И я не хочу никаким быть главным омегаводом. Я хочу быть рядовым омегаводом, таким же, как все. Даже таким омегаводом, который часто еще и к другим обращается за советами. Как бы, и при этом эти советы я преобразую вот в такие сюжеты, которые потом тебя мотивируют. Ну, и всех вот зрителей, которых они тоже мотивируют. Поэтому, да, спасибо. Но я не считаю себя никаким главным омегаводом ни в коем случае, вообще. Просто омегавод любитель, вот и все. Вот так меня можешь называть. Просто ты должен понимать, что я занимаюсь съемками. И так совпало, что у меня еще такая энергетика. Что я хочу людям что-то дарить своими видео, да. Пусть я там неграмотно что-то скажу. Пусть я ошибусь там, да. Что-то неправильно сделаю по ремонту. Пусть неправильно назову терминологию. Но главный-то посыл моих видео не в инструкции, не в инженерных заключениях. Я инженером не являюсь. Но самая главная суть в том, что я стараюсь мотивировать. В основном я мотивирую новичков. Хотя мне, мне писали и профи, да. Которые вот реально мне даже показали в свои блоги там и на драйве. Что вот, смотри какой я профи. Вот, я тебе могу если что помочь. Ну блин, ну чувак, говорю, я смотрю твои видосы там не ради того, чтобы чему-то научиться. А ради того, чтобы мотивироваться. Говорит, иногда бывает банально даже лень вот пойти. И ты уже думаешь, блин, можешь нафиг эту машину продать. Говорит, я иду твой видосик смотрю. Говорит, все, после этого у меня руки сами в гараж меня несут. И я там что-то собираю. Говорю, ну вот, говорю, вот моя миссия. Вот она. А изучить, извини меня, вы люди. У вас есть мозги, вы в состоянии во всем уже сами дальше разобраться. Хотя я там стараюсь где-то пояснять. Но, говорю, это не стоит главной задачей. Главной задачей я показываю, что вот даже я, любитель, могу что-то отремонтировать. Понимаешь? И это работает. Вот и все. Ну и конечно же, Александру я хочу пожелать тоже беспроблемного пути. Чтобы его Боинг летал, летал, летал. Еще землю, чтобы еще не раз обогнул по километражу без проблем. Ну а если что-то вдруг она выкинет, опять же говорю, не скупайся, ремонтируй. И она еще пролетит, точнее обогнет землю много-много раз. Как-то так. Ну а мы приступаем к следующему. Следующий у нас это Жека Беларусь. Что он написал? Владею Омегой с августа 18-го. Ну, то бишь уже чуть больше года. ТВК покупал как семейный авто. Я тебе раньше писал ВК. Честно говоря, что такое ТВК, я пока не очень понимаю. Может быть туплю. Вложить пришлось немало. Ничего не сказать. За эти деньги можно было еще такую же купить, так как досталось убитой. Но теперь практически в идеале. Динамика, комфорт, вместительность доволен. Расход где-то как ты и говорил. Так что я и семья довольны. Много чего сделано по ней. И еще нужно. Так что все впереди. Вот мне очень понравился комментарий Жеки Беларусь. Последнее слово. Все еще впереди. Ты прав. И я тебе пожелаю, чтобы машину ты все-таки довел прям вообще в идеал. Чтобы, опять же, она тоже не раз обогнула землю. Лучше даже нет. Я тебе скажу так. Пусть она доедет до Луны. И доедет потом обратно. По километражу. Вот пусть она столько бегает. Для них, кстати говоря, для Омеги взять миллион возможно. То есть именно километров. Вот Антон, пожалуйста. У него был универсал. У него был там пробег, по-моему, под миллион. И жалко, что, конечно, он у меня не успел засветиться в видео. Я бы хотел, конечно, показать, что с Омегой происходит на миллионе километров. Какие там косяки. Вот, возникают там. Ну, а следующим историей поделился такой человек. Под ником очень смешным. Панас Антидаун. Ну, ты, конечно, даешь. Да, с названиями. Если что, как говорится, с оригинальными названиями. Надо обращаться к тебе. Так вот, что он написал. Живу в Киеве. Опель Омега у меня уже 14 лет. Очень ее люблю и продавать не хочу. Машина классная. Были проблемы по низу дверей, как у тебя. Покрасил, проклеил пленкой до молдинга. Спасибо за видео. Удачи и новых роликов. Пожалуйста. Слушай, ну, 14 лет это довольно-таки существенный стаж. И я очень надеюсь, что следующий, ну, продолжительность стажа будет еще не меньше в плане Омеги. Пусть она тебя тоже не подводит. Но, как говорю, если что-то выкидывает, вкладывайте и все будет ок. Ты даже сам получишь радость от того, что ты что-то сделал. И вот твои руки вершат, так сказать, судьбу мира. Они воскрешают вот эти автомобили. Это тоже прикольное ощущение на самом деле. Ну, а следующим написал Дмитрий Исаченко. Написал он следующее. Ест уже полгода на 2.5 В5 и КПП. Наверное, ты имел в виду все-таки В6. Ну, ладно, может быть, у тебя и В5, не знаю. Рассматривал ее из-за низкой цены относительно одноклассников. Но на второй день езды понял, нахрена тут Мерс или Бэха. Конечно, на В6 обороты пониже, если смотреть на твою шкалу. При 2000 оборотов получается среднепоточный разгон. А при 4000 срывается быстрее остальных на перекрестке. Да, разгон с места туповатый. Длинноватая первая передача. Но со скоростью 50-60 стреляет хорошо. Поменяй редуктор на более тяговитый. И длина всех передач уменьшится. С этого момента, пожалуйста, поподробнее. Что за более тяговитый редуктор. Насколько я знаю, у меня сейчас стоит редуктор 4.2.2 число. Вот. Ну и в принципе, да, история такая тоже. Ну это скорее даже не история, это такой уже отзыв получается. Ну я же говорил, да, то что на В6 оптимальные обороты, где он начинает именно разгон, они меньше. Там 2500, он прям вообще вылетает. Я же пробовал ездить на 2.5 КПП. Действительно, там 2500 и все, ты уже король. Все, ты улетаешь. Как бы да, есть такое. Это я, знаешь, как называю? Это я называю запас под педалью. Как-то так. Ну и так же я тебе, Дмитрий, желаю без проблемных километров, чтобы 2.5 В6, я все-таки надеюсь, АКПП не доставлял проблем и катался очень долго. Но говорю, если что, не стесняйся вкладываться. Эти машины любят уход. Но они, согласись, отвечают чем-то хорошим. Как-то так. Так, далее. У нас написал Александр Азнауриян. Если что не так, прочитал, извиняюсь. Омега-Б, Караван 2.0, 16 Велф, 96-го года, в семье с 2008-го. Ни разу не пожалел. Ну, что здесь я скажу. Уже сколько? Получается 11 лет. Ну, слушай, ну так да. Поэтому желаю, чтобы и дальше не подводило, и чтобы ты, главное, не жалел. Вот он написал. Ни разу не пожалел. Ну, и чтобы еще и денег не жалел на нее, если что. И следующий комментарий написал тезка предыдущего комментатора. Его зовут Александр Бондаренко. Давайте зачитаем. Я до сих пор оргазмирую от этого авто. Мощно сказал. Нет ничего лучше. Все говорят, ржавая, гниет, ЛКП слабая, фиг знает. Моей 20 лет, дырок сквозных нет. Ни разу не крашенная и не деланная по кузову. Да, в некоторых больных местах уставшая. Но железо и вес его в тех же дверях – это чувство безопасности, которому позавидуют все авто в той же ценовой категории. Малой до сих пор дверь открыть сам не может, потому что слишком тяжелая для него. Супер тачка. Ну и давай я теперь отвечу Александру Бондаренко на его комментарии. Вот он написал. Все говорят, ржавая, гниет, ЛКП слабая. Фиг его знает. Ты уже понял, как я отношусь к этим людям, которые такое говорили. Да, раньше, представляешь, я им даже верил. Но я рассказал историю в 16-м выпуске. И ты теперь понял, как я ко всему этому отношусь. Не более чем с надсмешкой просто. Не более того. Ну а если человек покупает Омегу, и она вся вдруг гниет, ну, значит, что-то тебе там уже делали. И делали, скорее всего, как говорится, бездушно и криво. Как-то так. Вот. Малой до сих пор дверь открыть не может. Ну да, там дверь довольно тяжелая. Особенно, когда если она стоит вот так вот. Грубо говоря, ты ее выставил на обочине, а у тебя вот так стоит. Ты пытаешься водительскую дверь как бы открыть, то ты чувствуешь вес, да, как бы. Ну, реально, вес-то серьезный, кстати. Вот. Поэтому, когда работаете с петлями вот этого автомобиля, дверей, да, то будьте осторожны. Потому что, если эта дверь приземлится на ногу, то мало не покажется, честно говоря. Вот. Как-то так. Ну, и, кстати говоря, крышка багажника. Тоже, помните, я там давным-давно менял вот эти вот опоры амортизаторов. Как бы, ну, вот эти вот, точнее, опоры вот эти вот. Ну, как эти амортизаторы называют. И до этого у меня сдохшие были. Крышка падала, и там вот именно ее вес чувствовался. Реально очень тяжелые и двери, и крышка багажника. Это все-таки, ну, бизнес-класс, а не хухры-мухры. Давай начнем читать следующий комментарий. Следующий у нас написал, кто же там. Артист культуры. Кстати, вон какой листопад красивый. Так, артист культуры. Давайте его все-таки читать. Первая омега, которая была ашка. Два литра бензин-механика. Очень нравилась. Мягкая. По трассе вообще космос. Сейчас у меня омега-б, два литра труба-дизель. Все стало только лучше. Салон круче, кожа. И в целом меня устраивает полностью. Комфортно, не очень дорого. Если смотреть за машиной, то она недорогая в эксплуатации. И, как по мне, дает больше комфорта, чем автоваз. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну, ты сказал. Да, вот здесь ты прав. Если за машиной банально смотреть, то вот какие-то моменты по ней делаются недорого. Ну, если допустить выход из строя целого узла, то там вот эти поиски оригинала. Ну, это да, может встать в копейку. Поэтому, ребята, омегаводы, делайте все на опережение. Не ленитесь. Вот, как-то так. Я тоже стараюсь. Бывает, не всегда могу просто правильно предугадать. Но я стараюсь делать на опережение что-то. Когда... Вот сейчас вот ГРМ хочу тоже поменять. Не хочу я доводить, что там ремень уже в нитки превратился. Как бы нафиг это надо. Ну, и по поводу комфорта больше, чем автоваз. Ну, это ты прям вообще сказал. Блин. Ну, сравнивать просто грех. Даже не стоит. Потому что, ну, все-таки разные классы авто. Понимаешь, главной фишкой омеги является ее цена. Вот я бы так сказал. Эта цена удивляет многих. По цене обычного автоваза, да, там и то, нередко даже уваленного. Ты можешь найти омегу. Просто понимаешь, сейчас уже 19-й год, да. И найти их уже довольно сложно бывает в некоторых регионах, по крайней мере. Раньше, вот в году в 13-м, кстати говоря, я помню, что омег было вот в продаже намного больше хороших. Просто я так вот сильно не обращал на них внимания. Это я уже потом, в 13-м году, когда купил эту омегу, я стал интересоваться. Лазил по объявлениям, смотрел. И действительно, был выбор тогда. Сейчас залазишь, там вообще омег нету. Ну, вот хороших, по крайней мере. Просто ты уже видишь, что тачка уваленная, просто в хлам. Следующий комментатор у нас, это человек под ником Омегич. Вот так, да. Омегич, привет. Так вот, он написал. Впервые за рулем омеги-б проехался на машине друга. На тот момент у меня была третья по счету омега-а. ООБ понравилась. Это совершенно две разные машины. И в то же время, ООБ это такая же омега, как и ООА. За пять лет на ОБ, ну, я буду так считать, пробег 476 тысяч. За пять лет, нифига себе. Так, 16 тысяч назад сделан капремонт двигателя. Расточен в один ремонтный размер. По итогу, первые впечатления точно такие же, как и сейчас. Сел, поехал, комфортно, кайфово, несмотря на погоду и настроение. Да, это ты прав. Да, действительно, здесь вот кайфово. Я бы тебе даже, знаешь, как сказал? Да, вот, Омегич, ну, жалко, не знаю, как тебя зовут. Но все-таки, да, если что, напиши имя там на будущее. Вот, по поводу, да, вот меня даже больше тянет поехать, когда плохая погода. Ну, так называемая плохая. На самом деле, я дождь и осень очень люблю. У меня настроение совсем другое. Не так, как многие говорят, ой, уныни. Наоборот, у меня появляется какой-то творческий запал. Я хочу поехать что-то сделать. Так вот. И Омега в дождь, ты вот прям вот с таким удовольствием в нее бежишь. И лишний раз, вот мне реально хочется, когда вот идет дождь, просто так сесть в Омегу и поехать в никуда. Просто под дождем покататься. Да, кстати, Омегич, ну и всем остальным я тоже пожелаю вам беспроблемных километров на Омеге дальнейших, чтобы вы все тоже доехали до Луны и потом обратно вернулись без проблем на Омегах. Это у нас получается суммарный пробег получится 800 тысяч. Ну, нормально, что ли, тоже неплохо. Ну и давай еще зачитаю комментарий Александра Бондаренко. Да, он уже писал, я читал, но еще другой комментарий тоже довольно интересный. И я считаю нужным его почитать. Сегодня по трассе ехал туда по светлу, обратно по темноте. Замерял расход. Так вот, на МКПП на четвертой передаче при скорости 70-80 километров машина кушала от 3 до 4 литров по БК. В основном 3,4 литра. Ну, 3,4 литра. Если педаль вообще не давить, то ноль. Да, это называется торможение двигателем. При постоянной скорости от 110 до 135 передачи 7-9 литров педаль поглаживал. Но динамика на обгоне радовала как никогда. Причем по тахометру ни разу не раскрутил выше 3,5 тысяч. Достаточно чуточку надавить, услышать приятный рев мотора, и все фуры, Ланосы, Некси и Лады уже через минуту скрадывались за горизонтом зеркала заднего вида. Мотор X20 XEV. Аксенон сделал свое дело, и обзор в кромежной темноте при ближнем свете дал возможность объехать выбегающего на дорогу котенка. А уж на дальнем свете вообще молчу. Это не фары, это прожектор. Ради эксперимента разогнал Омегу до 180 километров. Я дебил, я знаю. Ну, не совсем почему. Попробовать можно. Просто не надо ездить так постоянно. Попробовать, я думаю, что это не совсем грех. Обычно так не езжу, но вчерашнее видео от Миши меня как-то возбудило. Ну, блин, я не очень хочу, чтобы мои видео побуждали вас, так сказать, желание там гонять. Как бы я это делаю всегда, запомните, только в научных целях. Я в жизни вообще больше 130 вообще никогда не езжу. Вот если говорить просто про жизнь, я просто не вижу в этом смысла. Ну, никакого. Во-первых, дорог очень мало таких пригодных. Даже для 130 у нас дорог очень мало пригодных. Обычно это колея, обычно это выбоины, вмятины. Ну, знаете, что такое там примерно. Поэтому я это делаю только в научных целях, если я где-то разгоняюсь. Вот. Но в этот момент спросил пассажиров, как они себя чувствуют, им страшно или нет. Сказали, нет, все отлично. И после того, когда озвучил скорость, они попросили ехать помедленнее. Это Омега, это суперавтомобиль. На расход при этой скорости не смотрел. Тут, надеюсь, все понимают. Но в какой-то момент краем глаза глянул. Более 19 литров на 100 километров. Ну да, я тоже так подозреваю, что 19 литров, потому что у тебя там уже и оборотов, извини, а уже мотор орет на 180, как бы, даже на пятой передаче. Вот. Ну, вот такая вот история, да, интересно тоже было почитать. Вот, 79 литров. Ну, видишь, по факту, да, механика, автомат на трассе почти не отличаются. Вот именно в плане расхода. Это то же самое в городе, понятно, да, механика выигрывает, передачи короче и так далее. Это все дело тоже играет роль. Вот, ну, такие вот были комментарии. Очень душевно, весело было всех вас почитать, ребят. На самом деле, пишите еще истории, может быть, как-нибудь потом выйдем, еще доозвучиваем какие-нибудь там интересные моменты. Вот, сколько у нас там бензина? А, ну, кстати, вот, нормально. Вот. Опа! Как поживает Феникс? Вау! Не, ОСД не работает что-то. Одно колесо. Теперь я хочу ответить человеку под ником Аня Довгань. Он мне писал, дескать, сдай свой радиатор в зад. Греть он тебя нифига не будет. Что за говно купил? Вот. И я тебе скажу так. На самом деле, радиатор на видео действительно показался, как будто у него вот. Вот они все, его трубки. Но, если прикопаться глубже, то дело обстоит у нас вот так. На самом деле, трубок у нас 12. Как ты видишь, радиатор вполне пригодный для использования его в Омеге. И там еще один человек тоже писал, что у тебя трубок мало, типа, там, греть не будет. Нет, просто так на ракурс. Я такой ракурс взял, вот так вот на видео как-то показал. Там, короче, всплыли только вот этот ряд, как бы, ну, этих трубок. Блин. И действительно, такая фигня. Оказалось, что какая-то хрень. Плюс к этому радиатору, кстати, прилагается вот такая штука, заглушка. Вот, она закрывается. Ну, ты говорил, что вроде можно взять от оригинала, который у меня сейчас... Я не знаю, честно говоря, что у меня сейчас здесь стоит. Я на самом деле не знаю. Может быть, нифига не оригинал. Тем не менее, вот. Радиатор укомплектован. Плюс человек еще один, я не помню, как его зовут, просил меня померить диаметр колечек. К сожалению, у меня рулетки нет, но у меня есть тут куча донатов ваших. Вот, например, 50 копеек. Можно сейчас померить монеткой диаметр. Так, где там он у меня? Да, в комплекте тут два колечка уплотнительных к радиатору. Вот, мешочек. Тут еще какие-то... Тут болт какой-то с гайкой. И два колечка. Давай померим диаметр, ты вот просил. Сейчас померим. Берем монетку 50 копеек. Прилагаем. И, о чудо! Размер один в один, как монетка 50 копеек. Вот такой тебе диаметр и нужен. Так что, в принципе, я думаю, что проблем у тебя с поиском этого колечка не будет. Оно такое, типа, как, не знаю, какая-то резина такая супер плотная, не знаю, что это. Ну, такая, как... Не силикон еще, не-не-не. Хотя, может, силикон фиг его знает. Ну, то есть, вот, размер колечка прям ровно с 50 копеечную монету. Все, что тебе нужно знать. В миллиметрах я, к сожалению, сказать тебе не могу, потому что у меня с собой здесь нету рулетки, нету... Нечем померить, короче говоря. Вот так вот. Так что... Вот такие вот дела, ребята. Радиатор, оказывается, нормальный. Просто я так показал изначально. А, кто-то еще в комплекте вот что прилагается. Что-то штука. Как вот Аня в Довгань, по-моему, ты мне тоже писал, да. Что вот этот самый поролон на радиатор для уплотнения, там, его в посадочном месте печки, он есть тоже в комплекте. Он, причем, с самоклеящейся лентой вот здесь отклеиваешь и приклеиваешь.